Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но с другой стороны, у компании есть и другая сильная сторона, часто невидимая рынком Это работа с сотрудниками, это их гладкая, слаженная адаптация Дело в том, что в последние годы агентство кратно растет Вакансии есть постоянно Но если еще несколько лет назад это 5-7 открытых вакансий То в 2020-2021 годах это 30 или даже 50 открытых позиций Представляете? То есть агентство E-Promo буквально вынуждено постоянно совершенствовать систему адаптации новых сотрудников И за время этого роста и коллегам E-Promo и мне Постоянно прилетают вопросы А как обучать сотрудников хэнхаус? Как их развивать и адаптировать Если это первое место работы у человека А если это там третье или четвертое То есть к нам уже пришел такой опытный специалист А что делать вообще с сотрудниками, которые работают год или два? Как их развивать? Для всех руководящих позиций не хватает К сожалению, многие из этих вопросов до сих пор остаются без ответа Мы решили исправить это досадное недоразумение Поэтому сегодня с коллегами поговорим о наставничестве И агентство E-Promo поделится с вами лайфхаками Которые накопили за 5 лет активной работы над системой наставничества в компании Сегодня мы посмотрим на наставничество с трех разных сторон И я уверена, что каждый из вас найдет что-то близкое для себя в этой теме наставничества Вот честно говоря, когда ребята предложили мне поучаствовать в этом мастер-классе Я удивилась, я подумала, ну, траектория конференция для молодых людей Вот вроде развития системы наставничества, собственно, руководителей истории в первую очередь Неужели это будет интересно студентам? Потом я подумала повнимательнее И теперь я абсолютно уверена, что наставничество касается каждого из нас Но вот давайте посмотрим, кто у нас здесь в зале сегодня Есть ли у нас здесь такие новички? Вы знаете, те, кто только в поиске работы находятся Или за последний месяц место работы поменяли и вышли в новую компанию Поднимите руки, пожалуйста Есть, примерно треть зала, класс Так что вы уверены, что вы на себе точно прочувствовали эту важность слаженной работы системы наставничества Ведь здорово, когда ты знаешь, от кого получать задачу, согласитесь Кому по ним отчитываться, в конце концов, когда свободно чувствуешь себя, задавая вопрос А куда сходить в туалет, куда сходить пообедать? Есть ли у нас здесь опытные сотрудники, которые работают достаточно давно Им даже поручают работать с новичками? Поднимите руки, пожалуйста О, здорово! Здорово! Я с вами Представляю уже, какие вопросы могут возникать у вас Ну, например, а как я буду обучать, если я не педагог? Вот я помню этот свой вопрос, когда я только начинала передавать свои знания другим А как, в принципе, найти время для того, чтобы работать подопечным? Ведь у меня свои задачи по горло, их тоже важно успевать А есть ли у нас здесь руководители? Поднимите руки, пожалуйста Руководители... Подождите, я вижу, у нас руководители в первом ряду Они почему-то у нас молчат пока что Но руководителей в зале не так много Но могу поделиться с вами вопросами, которые они обычно задают Ну, например, как выбирать наставников? Или как превратить этих отдельно работающих профессионалов в систему Которая как часы слаженно работает? На эти вопросы мы с вами найдем ответы в сегодняшних выступлениях Даже если вы не подняли руки вдруг по каким-то причинам Всем наставничество все равно вас касается, я в этом уверена Наверняка у вас был опыт обучения ребенка, например, катанию на велосипеде Или, может быть, вы обучали младшего брата или сестру Просевать пуговицу или рассказывали, как бесплатно смотреть в интернете кино или сериалы По сути, тоже передача вашего опыта и механизмы здесь работают Ровно те же самые, что в компании Но сегодня мы с вами не будем говорить о том, что происходит с новичком Когда он только приходит в компанию Про это уже достаточно много тренингов и мастер-классов проведено Мы с вами посмотрим на наставничество с трех других сторон И здесь и промо абсолютно точно есть, чем вас удивить Во-первых, мы с вами посмотрим на систему со стороны ее создателя И увидим, когда компании важно внедрять институт наставничества В втором докладе мы посмотрим на наставничество глазами психолога И увидим, что происходит в голове у опытных сотрудников, когда им предлагают поработать с новичками И в третьем, на мой взгляд, самом интригующем докладе Мы с вами посмотрим на систему глазами самого наставника И вместе с ним пройдем через ошибки в работе с сотрудниками И выработаем правила взаимодействия с твоим подописком Итак, три разных доклада Три, не побоюсь этого слова, уникальных взгляда на наставничество На 100 готовы? Да, да, поговорите, мы готовы? Прекрасно, прекрасно Тогда я приглашаю на эту сцену нашего первого спикера Анастасия Мазера, HR-директор И одна из основателей, создателей системы наставничества в компании E-Promo Настя уверена, что наставничество – это ключевой инструмент в создании правильного первого впечатления и качественной адаптации сотрудников Когда компании необходимо внедрять систему наставничества? С какими сложностями может столкнуться организация, когда решает эту систему применить? Как мотивировать наставников? Деньгами или грамотами? Вот на все эти вопросы в отступлении Настя Встречаем! Многие, наверное, из вас любят путешествовать Мы все любим путешествовать Хотя многие страны сейчас закрыты границы И когда мы с вами путешествуем, как правило, составляем чек-листы Куда мы едем до сопримечательностей Как добраться до аэропорта Как ориентироваться на новом месте Какие есть правила? Наверняка кто-то смотрел полуметражный фильм «Секс в большом городе» Где Миранда готовила огромное количество Девушка смотрела различных буклетов и чек-листов И потом им рекомендовали, что нельзя покупать пиццы на рынке с рук, потому что это незаконно И как эти знания помогли им вернуться обратно в Нью-Йорк живыми и здоровыми И, собственно, сегодня мы с вами поговорим про наставничество Вроде какая бы связь Оно для многих наставников и наставляемых Наставничество это сравнить поездки на рынок в Будаби, когда очень страшно, ничего не понятно И было бы круто, если бы кто-то объяснил вообще, что с этим делать Всем привет! Меня зовут Настя Мазера Я была на трех континентах Я всегда готовлю чек-листы к поездкам И я училась в Нижегородском университете Лобачевского Есть здесь, может быть, кто-то из Нижнего Новгорода или все из Москвы? Никого, наверное, да? Вот Машу сзади, я вижу руками коллеги из Нижнего Еще я училась в Париже в Сорбонне Училась на управлении персоналом И последние шесть лет реализую свои знания, собственно, в Епромо И когда я приходила в Епромо в 2015 году У нас было 27 человек, сейчас у нас 450 И за это время мы пережили огромное количество различных перипетий Были периоды бурного роста И первый период бурного роста был как раз в 2016 году Когда у нас появились новые системы У нас тогда было человек 50, резко стало 100 И тогда появилась система грейдов У нас в компании их три Это junior, middle, senior Появилась система автоматизации Когда мы автоматизировали все процессы Появился корпоративный мерч Вот стикеры, которые сегодня лежали Это как раз то, во что он трансформируется с годами Сейчас сели в эти стикеры Появились поздравления, скидки, традиции И тогда как раз родилась система наставничества Нашей системе пять лет, как уже Ольга говорила И мы обучили порядка 200 наставников И привели благодаря им более 500 наставничеств То есть мы ввели в компанию 500 человек И файл, в котором мы это все фиксируем Он прошел более 10 итераций Которые мы модернизировали благодаря обратной связи Цели, которые мы преследовали На самом деле они были нехитрые Мы хотели оптимизировать время На внедрение новых сотрудников Чтобы всем было легче И руководителям, и самим сотрудникам, которые приходят И снизить количество текучки На период испытательного срока И чтобы в целом все было прозрачно Я честно могу сказать, я не помню тот день Когда зародилась система наставничества И когда мы решили все сегодня Это будет называться так, нет Но я каждый раз собирала обратную связь У ребят, которые проходили испытательный срок А как вообще, как вам было? Круто, не круто? Что было удобно? Как проходил ваш первый рабочий день? И благодаря этой обратной связи У меня вырисовывалась картинка Что новым сотрудникам не хватало одного человека У которого элементарно можно спросить Где покушать? Из чего будет состоять следующий рабочий день? Где находится кухня? Как зовут коллегу из соседнего кабинета? И так далее В то же время руководители и сами наставники Ну, внегласные наставники Говорили про то, что у них выходит Более 60% рабочего времени На адаптацию новых сотрудников И они начали вести какие-то чек-листы На тему того, в какой чат добавить сотрудника С кем познакомить Про какую программу рассказать Рассказать, как пользоваться сети коллектором И так далее И на одном собрании с руководителями Мы решили, что пора это свести в систему И прямо прописать конкретные шаги То, из чего состоит наша система наставничества Многие называют это еще менторство Например, в IT популярен термин Именно менторы, а не наставничество Ну, и собственно, с чего мы начали после этого Мы провели фокус-группу В фокус-группе были обычные сотрудники Которые находились на разных этапах в компании То есть те, кто уже прошел испытательный срок Кто на нем находился Руководители, HR И я задавала одни и те же вопросы Вопросы очень простые Если мы спрашивали у ребят, которые на испытательном сроке Как проходил твой первый день Что тебе помогало адаптироваться Что, наоборот, мешало адаптироваться Те же вопросы задавали их руководителям Как ты считаешь, что твоему сотруднику помогало адаптироваться Что мешало И вырисовалась картинка В которой было 4 блока Что адаптация в принципе проходит из 4 блоков Любая в компании Это какие-то организационные моменты То, что связано Где кухня Оформить человека Дать ноутбук Это рабочие задачи Из которых стоит день каждого сотрудника Это обучение Кого чему нужно обучить И моральная адаптация Когда плохо Куда бежать Кому плакать Вот примеры вопросов Которые мы задавали на фокус-бруксе Их, конечно же, было намного больше Дальше все Это вырисовалось Такой саблон Я вам его попозже покажу Он был в обычной Excel Ну, у нас сейчас, если честно, в Excel Но это очень удобно Где мы зафиксировали прямо по пунктам Что нужно не забыть сделать С точки зрения чек-листов И вот из последней итерации Было пожелание у новых сотрудников Вести чек-лист первого дня То есть прям элементарно Кому пойти, что сделать, где зарегистрироваться А наставники просили сделать чек-лист программ Чтобы новые сотрудники их не дергали Как установить Zoom Как зарегистрироваться в Telegram И мы добавили в это существующую итерацию файла Вот это один из скрин с первой страницы Как выглядит файл наставничества Вот там написаны эти как раз блоки И вот чек-лист первого дня Например, здесь, конечно же, не все Я убрала всю удачную информацию Но можно посмотреть, как это примерно состоит Как это выглядит И вот чек-лист программ Которые наши сотрудники В этом basic программу Которые нужно установить в первый день Можно сделать это самостоятельно Галочку поставить для тех, кто визуал И любит все отмешать галочками Получить моральное удовлетворение В конце дня я все установила Здесь есть QR-код Можно на него перейти И скачать себе этот шаблон Он рабочий Я могу его рекомендовать на 100% Потому что его обкатали 500 раз 500 раз обкатали и 500 раз поменяли Соответственно, его можно привзять Те, кто являются сейчас там уже наставниками Кто планирует быть наставниками Кто является наставляемыми А вот так Давайте я отойду Я думаю, что это правда Если вам не пригодится сегодня То это можно сохранить И пользоваться потом Там открыто, по-моему, редактирование На сделанной настройки Можно скопировать, создать копию И делать в нем все, что вам нравится У всех получилось? Нет, не получается Есть какие-то технические сложности? Все, вроде получилось Смотрю, все копаются уже в телефоне Значит, получилось Собственно, наставники, которые у нас были С самого начала У них не было какой-то крутой суперпрограммы Многие, наверное, сейчас сидят и думают Блин, надо чему-то учиться Надо что-то понимать Надо Но когда мы вводили первых наставников Они становились наставниками Ну, просто поневоле Это были люди, с которыми Просто выходили сотрудники в отделы И их обучали Как умели Как могли Чему могли Пользуясь вот этим шаблоном Который мы создали в помощь Но это было сложно Может быть Многие из вас наверняка Либо работали, либо работают И ощущали на себе Когда есть формальный подход Вот ты приходишь И к тебе формальный подход И тебя не чувствует человек Который тебя вводит Или он говорит Иди там поищи информацию сам Либо обратная связь выдается Там в формате Ну, таком Некомфортном И наши наставники Проходили тоже через это Они не знали Как работать со звездами Как работать с собственными сотрудниками Как работать с новичками Как правильно выдать обратную связь Чтобы не обидеть Чтобы она была конструктивная И поэтому мы Спустя, наверное, полгода Провели первый тренинг С внешним тренером И один из наших тренеров Была Оля Как раз Наш сегодняшний модератор Где мы обучали ребят Тому Как правильно обучать То есть Какие есть элементарные правила Там педагога Как педагога Психологическим аспектом Про который сегодня будет рассказывать Моя коллега Про то Как выдавать обратную связь Ну и в целом Про то Как быть немножечко родителем Потому что Каждый новый сотрудник Он немножко ребенок То есть Он задает одни и те же вопросы По 10 раз на день И вот Моя коллега Даша Наставник Она будет сегодня рассказывать Как с этим жить И этому всему Мы ребят учили Потом взяли тренеров в стад И сейчас у нас Такие обучения проходят Примерно раз в квартал Или чаще В зависимости от того Когда появляются новые наставники Желательно Вообще наставников Все мотивировать Желательно финансово В нашей компании Эта работа Оплачивается дополнительно Сейчас наставники Там имеют Крутой корпоративный мерч Которого нет больше ни у кого И сразу видно Кто в компании Кто в компании наставник Но есть еще цифровые Конечно же показатели Когда нужно понять Что пора вводить наставничество Мы пришли к этому Один из показателей был Когда руководители Стали просто плакать Что у них уходит Порядка 60% Рабочего времени На внедрение новых сотрудников И это было печально Потому что у них Вообще не было времени Больше ни на что Но вот представьте Вы наставник Или вы руководитель И вы 60 или 70% Рабочего времени Тратите просто на то Что объясняете кому-то что-то У вас не остается Времени на работу И это очень неэффективно Это был первый Знаночек Когда мы об этом задумались Сейчас наставники Тратят всего 10% Рабочего времени На внедрение новых сотрудников Здесь одна из цитат руководителей О том Насколько легче Ему стало После того Как мы ввели Эту систему И когда у него появились Наставники Которые взяли на себя Вот эту всю Техническую часть Когда нужно объяснять Основу контекстной рекламы Основу таргетированной рекламы Медийной рекламы Второй показатель На который мы обращали внимание Это текучка кадров Нормальным считается Показатель 10% Вот у нас Тогда он был 20% Это очень много Это значит люди На период адаптации Что-то ушло не так То есть они уходили И когда я собирала Опять же обратную часть Ее было много На тему того Что некомфортно Некомфортная адаптация Непонятно что делать Сложно Очень много информации Она нигде не фиксируется И благодаря вот этому файлу Который вы видели Который вы скачали И благодаря наставникам Этот процент Снизился у нас до 8 Держится сейчас примерно Ну когда-то это 5 Когда-то это 10 На средний сейчас 8 Это очень крутой показатель На самом деле Здесь еще одна из цитат Одного из наших руководителей О том Насколько ему стало хорошо Комфортно И насколько у него Экономится время С появлением наставников Групп хедов Это еще один из грейдов Который мы внедрили недавно Но мы растем Обширно То есть у нас выходит Больше чем 1 или 2 сотрудника Месяц в отдел У нас выходит порядка 40 сотрудников Каждый месяц То есть мы растем Очень-очень-очень быстро И здесь уже даже Не помогают наставники То есть мы ввели стажировки У нас первый месяц Проходят продуктовые стажировки Для новичков Которые совсем-совсем Не разбираются в продукте И первые 3 месяца Их обучают преподаватели То есть здесь наставник Не подключается И таким образом Он экономит порядка 40 часов в месяц Наставника тем Что за этот месяц Даются базовые знания Связанные с продуктом С адаптацией С тем, что где находится И тогда к наставнику Уже выходит более-менее Готовый джунчик Который готов Уполнять рабочие задачи И обучаться дальше Здесь как раз Еще один отзыв Руководитель На тему того Когда мы пришли К идее этих самых стажировок И насколько они помогают Но все стоит денег Да, мы все знаем Что ничего бесплатно не бывает Система наставничества Тоже стоит денег Это в первую очередь Человек в часы То есть все, кто участвует В задаче подготовки Шаблона Сбора обратной связи Формирование грейдов Да, на момент формирования Наставничества В нашей компании Как уже говорила Была система грейдов Поэтому Это тоже важно Иначе непонятно Чему обучать сотрудников Нету критериев То есть нужно понимать Какие должны быть софты Какие должны быть харды Для этого должна быть система грейдов А обстатка системы грейдов У нас заняла порядка Наверное 9 месяцев И здесь надо считать Человек в часы С точки зрения дополнительных костов Это стоимость тренера Если он у вас инхаус Или если он приглашенный тренер И, собственно, премия наставникам У нас она была 25% От совокупного дохода наставников Сейчас Но справедливости ради У нас нет финансовой мотивации Наставников Но, как я уже говорила Есть очень крутой корпоративный мерзь И видя, как сегодня Разлетались наши наклейки В коридоре Это еще раз подтверждает Факт того, что мерзь Он работает Здесь я добавила чек-лист Всех моментов По внедрению наставничества То, что касается Организационных моментов Мотивации Обучения Я думаю, что он будет полезен Тем, кто, может быть, когда-нибудь Откроет свою компанию И будет внедрять систему наставничества Можно его тоже сохранить Даже на будущее Как говорил Оля В начале наставничества В целом касается каждого из нас Какой бы процесс мы ни делали И я надеюсь, что вот эти небольшие чек-листы Сегодняшние, которые мы с коллегами вам дадим Они вам помогут воспитывать собачку, детей Обучать новых сотрудников Или все, что связано с передачей новых знаний Спасибо большое Спасибо, Настя За такой очень практикоориентированный доклад А у нас сейчас время вопросов И мы на своей секции решили сломать систему И мы будем дарить подарки За вопросы после каждого выступления Будем дарить, как уже сказала Мария Наш корпоративный мерз Каждый раз спикер будет выбирать лучший вопрос Но воспользуясь своим служебным положением Первый вопрос задам я Настя, ты сказала, что у вас сначала была материальная мотивация У наставников, да, деньги платили А потом перешли на сушеты и мерз Расскажи, пожалуйста, как продали идею Корпоративного мерза наставникам И перешли именно от денег От подарка Ну, продать было, на самом деле Сначала было сложно Когда мы не придумали, что будет вместо денег Потому что надо как-то объяснить Что, ребят, больше там Ваш дополнительный труд не будет оплачиваться Но это объясняется достаточно легко Потому что, когда ты приходишь в компанию После этого наставника Ты становишься где-то примерно через 9 месяцев Соответственно, вот только-только 3 месяца тебя учили И уже ты начинаешь учить снова То есть это такой круговорот передачи знаний И, соответственно, это дашь на дашь на, то есть win-win situation Тебя учили только что И теперь ты учишь кого-то еще И так как сотрудники выходят к ребятам же в отдел То есть это нужно в первую очередь им Для того, чтобы облегчить свою жизнь То есть здесь важно было продать идею С точки зрения того, что Это облегчивает задачу самим же ребятам Которые водят ребят Но когда мы придумали, что это будет мерч Вообще проблем больше не было Потому что все просто его хотят Поэтому было достаточно легко Да, оно очень классно Это правда, подтверждаю Ну, теперь ваши вопросы Давайте вам микрофон Здравствуйте Здравствуйте Мне очень понравилась идея как бы наставничества И то, как она устроена И интересно в будущем Какое у нее есть развитие Какие есть заработки То есть, ну как автоматизация процессов Вот прям что-то кардинально может измениться Хотя система сейчас очень хорошая Спасибо большое за вопрос И это очень-очень в тему вопрос Потому что как раз сейчас мы выбираем Систему автоматизации наставничества Чтобы не забывать, что делать Ну, потому что в Excel файл не каждый смотрит каждый день Я вам честно скажу Ну, я там, я тоже наставник То есть, ко мне в отдел приходят новые люди И не всегда удобно И не всегда помнишь Там надо открыть Excel файл Что-то посмотреть Поэтому мы дорабатываем эту систему У нас сейчас есть там корт-портал В котором мы ввели С тема автоматизации Где с определенной периодичностью Мы задали условия И там приходит напоминалка Там в корпоративную почту И отбитка Что тебе надо не забыть сделать То есть, это автоматизировать процесс И вот до конца года мы планируем Усовершенствовать эту систему Именно с точки зрения автоматизации Плюс проект, который сейчас в работе По улучшению системы Так как мы продолжаем собирать обратную связь После каждого испытательного срока Вот ребята из последнего вопроса Попросили сделать как-то так Чтобы у наставников было выделенное время В дне или в неделе Только на стажеров Ну то есть, по ним в это время Ни клиентам не отвечали Ни коллегам, никого А вот там условно Два часа в день занимались Только новым сотрудникам Это пока сделать сложно Потому что клиентов никто не отменял Но мы сейчас вот как раз взяли этот проект в работу И будем думать, как организовать время и работу так Чтобы это было не в ущерб клиентам И помогало стажерам Это как раз вот проект Который сейчас в работе Для улучшения системы Ответила я на вопрос Спасибо большое О, сколько вопросов Вижу вас Потом вы Задержу в красную Спасибо У меня вопрос касаемо мотивирования Наставничества Вы сказали, что Желательно это делать денежным способом Что вы можете сказать конкретно О вашей компании Есть ли какие-то другие методы Мотивирования наставничества Или может быть На примере других организаций Какие могут быть максимально эффективные способы За исключением денежного Ну да Все любят деньги Безусловно Все любят, когда Труд оплачивается финансово И это один из основных моментов То есть то, что труд надо Как-то оплачивать Это 100% Вопрос как То есть не дать ничего Наверное нельзя Я не встречала компаний Где бы это вообще никак не мотивировалось То есть это Ну как правило Это либо финансово Либо это какая-то вот плюшка Ну что-то там Типа мерча И так далее Здесь еще важно поменять сознание То есть то, о чем я говорила Нельзя просто Придеть и сказать А тебя-то у вас больше не будет премии Так не делается Здесь именно Причина-следственная связь Иногда помогают цифры Цифры, которые я сегодня, например, говорила Насколько это снижает Количество времени на внедрение ребят Насколько у тебя остается времени Как у наставника После этого на свои дела На свою работу Насколько комфортнее адаптироваться И здесь еще важно Поиграть в reverse psychology То есть когда Ты же тоже приходил когда-то Ну вспомни, как было тебе А теперь представь, что ты обучаешь Такого же, как ты И как бы И тут у тебя срабатывает Что, а да Ну то есть я тоже через это проходила Мне надо это сделать И ты делаешь это практически Ну с чистой волей Вот Но все равно приятно чем-то мотивировать Но придумать что-то, наверное, сверхъестественное Кроме денег и подарков Да, и мерча Я не встречала Ни у коллег, ни на рынке Не знаю Если вам чего-то хочется За работу В вашей компании Вы, конечно, можете прийти Вчера предложить Да, что может быть еще Кроме там классного Стэшота, да Или другого прекрасного А, нет, я наврала Кстати, мы придумали же Еще одну вещь, которая Ну я вру Мы же придумали У нас есть Можно выбрать Для себя подарок Еще дополнительно Это бесплатный месяц Обучения английского языка В компании Который оплачивает компания А второе Можно взять себе выходной Вот Да, я обещала вам вопрос Давайте Микрофон в третий ряд, пожалуйста Спасибо большое Тема наставничества Она очень интересная Вот И вопрос заключается в том Какие критерии Как найти того наставника Среди множества сотрудников Чтобы новые сотрудники Когда приходили Они сказали Что вау Я остался в этой компании Потому что вот этот человек Рассказал мне о ней Так интересно Показал мне все так интересно Спасибо большое Спасибо за вопрос Ты прям сейчас Практически цитаты Сказала из обратной связи Которые я собираю ребят У нас есть наставники И вот Даша сегодня скажет фразу Которая ответит Прям на твой вопрос У нас есть наставники Про которых действительно пишут Что я остался там Адаптировался Потому что у меня там Охренительные наставники И прям это цитата То есть я сейчас ее не придумала Как определить Но в первую очередь Обратная связь То есть есть критерии Чего нужно сделать Вот этот шаблон То есть там есть критерии Там есть чек-лист Вот с точки зрения адаптации Если вы посмотрите Там внизу есть Надо провести неформальную встречу Надо взять обратную связь Надо поесть писту вместе Надо то-то-то-то-то Соответственно Если настальник все это сделал И дальше я собираю обратную связь И я смотрю Что пишут ребята То есть если Не каждый рожден Быть наставником То есть даже если ты его обучил Да И все равно Ну это надо хотеть Это надо уметь И к этому должна лежать Как-то душа И благодаря обратной связи Понятно Вот эти вот чек-листы Да Которые мы разрабатываем И то Что еще просят ребята В обратной связи Что им не хватает Да Если отзывы про одного и того же наставника Постоянно положительные Вот значит он может обучать других наставников У нас в программе обучения наставников Которые внутри компании Одна из частей как раз состоит Вот эти вот звездочки Да назовем Они как раз передают знания другим наставникам То есть они рассказывают наставникам со стороны вот своей Что они делают такого уникального Что про них всегда говорят Что они крутые Вот Даша моя коллега Она одна как раз из представителей наставников У нее там было по-моему больше 15 наставничеств И она как раз вот ребят учит Что же она такого делает уникального Не знаю Может быть она конфеты им раздает Или что-то делает такое Что действительно подкупает сердечки наставников То есть все работает за счет того Что мы говорим ртом И передаем друг другу обратную связь Спасибо Еще один вопрос давайте Молодец у вас увидел Да большое спасибо за возможность За свой вопрос Вопрос такой В России все больше набирает популярность Инфо-цыганчество Вот И как одна из версий инфо-цыганчества Это коучи Так называемые Как вы думаете Смогут ли эти же коучи Вытеснить вас на рынке Или какие качества Отличают вас от них Спасибо А я наверное уточню вопрос Коучи которые рассказывают Про наставничество Вы имеете ввиду Ну которые вот дают Всякие наставки Вот это Вот такого То есть оказывают Словическую помощь В принципе как и вы И наставляют на жизнь Дают советы И вот Что-то между психологом И HR Вопрос Насколько Я верю в их успех Или я после Не до конца Поняла вопрос Насколько Они отличаются от вас И да Насколько вы верите В успех В дальнейшем Ну инфоцыганство Да Такой термин существует Не возьмусь Его судить С той или иной стороны Почему Это не сработает Например В нашей компании Да Какой-то внешний коуч Коуч Который придет И просто расскажет Про наставничество Потому что оно Не будет Подкреплено Практикой Ну то есть Любая теория Без практики Особенно когда Это процесс Внедрения Трехмесячный Ну это Такое дело То есть Если просто Придеть и сказать Ребят Вот есть такие Базовые Знания Дать кучу Кучу информации Которая Абсолютно Не прикладная Ну какой-то Процент у ребят Отложится Безусловно Но если ты Не понимаешь Специфику Именно там Ну вот Мы диджитал Диджитал Вообще уникальная Сфера Она отличается От всех остальных То есть Если ты не понимаешь Специфику диджитал Как построен Рабочий день Из чего Стоит день Специалиста То достаточно тяжело И мы сталкиваемся С этим внутри То есть Ребята Которые приходят Не из диджитала А их приходит Большую часть Потому что они джуны Они адаптируются Именно как наставники Дольше Потому что они Сначала въезжают В специфику А вот те Кто уже работает давно И даже если он Ни разу еще не был Наставником И им становится Ему легче Передать информацию Даже если у него Чуть меньше Теоретической базы Потому что он все Рассказывает Через ошибки Через то Как он это проходил Вот даже сегодня Будет говорить Как раз С этой стороны Где Вот эта вот Практическая база Она может Доминить там 70% Теории Поэтому Отвечая на ваши вопросы Они имеют место быть И скорее всего Их знания там Где-то полезны Но это теория Теория без практики Мне кажется Что это разные Совсем разные Спередиятельности Еще мы можем На этом Подискусировать Вместе с коллегами Мы остаемся Останемся После мастер-класса Здесь в залах Так что подходите Вижу, что вопросы Не закончились Но время вышло На это выступление Поэтому пойдем дальше Но сначала Выберем Конечно Лучший вопрос Например Что лучший Возможно Был мой Но я Твой был Бесподобный вопрос Мне понравился Вопрос Про критерии Которые задавала Девушка Потому что Вообще Наверное Все в этой жизни Состоит из критериев И очень тяжело Оценить Что-то Отфильтровать Без критериев Поэтому вопрос Про то Как мы выбираем Наставников С точки зрения Критерий На мой взгляд Был очень классный Все вопросы были классные Но я могу Быть только один Спасибо большое Тогда подарок Уходит в третий ряд Спасибо вам большое Настя Спасибо тебе За выступление Спасибо Ну что же Аплодисментами Давайте проводим Настю И поприветствуем Нашего следующего спикера Я сама Долгое время Работала в HR Но Тема этого доклада Стала открытием Даже для меня Потому что Мы в HR То есть Уходят не HR Сотрудники Судя по всему Но мы в HR Действительно Очень часто Говорим о том Что происходит С новым сотрудником В период адаптации Какие этапы Он проходит Как меняется Его мотивация Со временем И что руководителю С этим делать Но очень часто Забываем Что происходит С наставником Вот с тем опытным Сотрудником Которому доверяют Работать новичком На следующий спикер Татьяна Балашова Корпоративный психолог Епрома Уверена Что забота О психологическом Ментальном здоровье И новых сотрудников И наставников Это залог Успешного Мастербирования Компании Итак Предлагаю вам Немного заглянуть В голову Наставников И узнать Что происходит С ними Когда им Поручают Новую задачу Работу С новым сотрудником Встречаем Всем привет Как уже сказали Меня зовут Татьяна Балашова Я являюсь Корпоративным психологом Епрома И последние 8 лет Я работаю Внутренним психологом В компании Как с сотрудниками Так и с руководителями Ну и Мне наверное Тоже хотелось Немножко ответить На вопрос Про инфоцыган Я не имею К ним никакого отношения В своей практике В практической работе Я сталкиваюсь С двумя сторонами С одной стороны Я являюсь Активным участником Системы адаптации Новых сотрудников А с другой стороны Помогаю наставникам Адаптироваться К их роли Если мы с вами В принципе Обратим внимание На различный контент Который есть в интернете На то, что обсуждается На конференциях То, что пишут в статьях То мы можем заметить Что адаптации новичка В принципе Уделяется очень много И времени И ресурсов Ну потому что Все понимают Что прийти в компанию И привыкнуть Блиться в новую Корпоративную культуру Привыкнуть к новым Правилам Задачам Просто к новым Людям и условиям Это сложно А вот потерять сотрудника Это дорого И при этом Мало кто задумывается А что происходит С чувствами самого наставника С какими тревогами С какими тревогами Страхами Сложностями Сталкиваются Вот эти люди Ну понятно Потому что они опытные И в общем-то Опытный человек Может со всеми Сложностями Справиться самостоятельно Как правило Ну логика понятна При этом Когда я пришла в Епрома И начала проводить Обучение наставничеству Я обратила внимание Что у наставников Еще до того Как к ним пришел Новый сотрудник Возникает Очень много Таких волнительных вопросов Ну например С чего вообще начать Как начать работу С новым человеком Которого вообще не знаешь Как наладить Комфортные взаимоотношения Как выстроить авторитет Особенно если Человек например Старший тебя Или Как обучить взрослого Вот то о чем Анастасия говорила Если мы не являемся Профессиональными педагогами Или психологами Как не испугать новичка Большим количеством информации И так далее То есть возникало Очень много вопросов Кроме того Наставники Как обычные сотрудники Нашей компании Приходили ко мне На консультации На индивидуальные И поднимали Достаточно эмоциональные вопросы Например Одна из наставников Приходила ко мне С тем что Ее новый сотрудник Старше ее На 10 лет Как с ним Выстроить авторитет Что с ним делать Как передавать знания Это было очень Волнительно Для нее Здесь надо отметить Что диджитал отрасль Сама по себе Очень молодая И нужно понимать Что на рынке Опытных руководителей Как правило Немного Все наши Старшие специалисты Выросли внутри компании Поэтому очень часто Бывает так Что и вы можете Кстати прийти В нашу компанию И можете стать Очень быстро Руководителем Буквально Со студенческой скамьи Спустя полтора Там два года А может быть и раньше Вы можете стать Сначала наставником Потом руководителем группы И вот эта история Когда вам 22 23 А вашему подопечному 30 плюс Да Вот этот страх Он достаточно понятен И нам понадобилось Несколько встреч Для того Чтобы Автуализировать А какие ресурсы есть На что человек Может опираться Да Какие знания И так далее Вот это все В совокупности Навело меня на мысль О том Что Ментальное здоровье Новичка Не менее важна Чем Ментальное здоровье Самого наставника Чтобы убедиться Чтобы понять Что там происходит Мы провели опрос В котором приняли участие Более 100 наставников Где задавали вопросы Какими сложностями Страхами Тревогами Вы сталкивались А главное Какой помощи ожидали Когда были наставниками Результаты Этего исследования Показались Достаточно интересными Но вот здесь Вы можете Прямо посмотреть Какие цитаты Да И с чем реально Сталкивались И сталкиваются Иногда Наши наставники Но конечно Сейчас у них есть Корпоративный психолог Если что-то происходит Они могут просто прийти Прямо в живом формате Разобрать Либо разобрать Это на обучении Так вот Первая часть Она действительно Посвящена страхам Давайте для начала Чтобы разобраться С этими страхами Подумим с вами Вообще Для чего Человеку Нужен страх Как вам кажется Для самосохранения Отлично Может еще есть Какие-то варианты Может не нужен страх Вообще Какая-то функция Которую нужно удалить Что? Точка роста Окей Спасибо Но действительно Исторический страх Дан человеку Для того Чтобы Была возможность Сохранить Организм от опасности При этом Обратите внимание Что Те страхи С которыми Мы с вами Сталкиваемся ежедневно Как правило Носят социальный характер И не Ну не свидетельствуют Какой-то реальной угрозе Но вот эти мысли Как меня примут Там в новом коллективе А будут ли меня уважать Как ко мне относятся Ну там Вроде как Нету реальной какой-то угрозы И здесь важно понимать Что Вот эти социальные страхи Как правило Уходят корнями В наше детство Когда Ну не знаю Упор Родителей Или какое-то наказание Действительно Было для нас Ну небезопасным Потому что Как минимум Какие-то наши Потребности И желания Могли быть Нереализованы Теперь давайте Посмотрим А с какими Реальными страхами Вот топ страхов С которыми сталкиваются Или сталкивались Наши наставники Боюсь плохо объяснить Страшно передать задачи Страшно выстраивать Коммуникацию Покажусь Некомпетентным Но еще один из страхов Который нередко встречается Я вообще Порюсь сорваться На стажера Для наглядности Я взяла Достаточно известную Пирамиду Маслова Скажите Кто знает Что это такое Супер Класс Вообще Ну Если вы помните Пирамида Маслова Показывает Как Закрытие одних Более базовых потребностей Ведет к самоактуализации К развитию человека И так далее Мы можем здесь увидеть Что страхи наставников Находятся в коридоре От потребностей в безопасности До потребностей в уважении И по сути Не достигает Познавательных потребностей То есть В то время Как наставнику важно Передавать знания Обучать другого человека Может быть Что-то изучать самому Если есть какие-то пробелы Он думает о том А как ко мне относится Мой стажер Будет ли он меня уважать Как я выгляжу В его глазах И так далее Понятно, да? Не там находятся мысли Нашего наставника Хотя он опытный человек Опытный сотрудник Это про страхи Это одна часть Исследования Которые В закономерности Которые мы увидели Но помимо страхов У наших наставников Есть какие-то ежедневные сложности Такие Мы назвали их Ключевыми раздражителями Как вам кажется С какими базовыми Вопросами Или проблемами Может сталкиваться Наставник В своей ежедневной Коммуникации С новым сотрудником Как вам кажется Если нет такого опыта Я имею ввиду Такие вот Сложные Ну да То есть он не может Донести мысли Данного сотрудника Что бы он там Не делал Не может Сказать Может быть еще Какие-то мысли есть Ага Как пользуется программа Но на самом деле Топ Сложности Первое Это как Отучить сотрудника Приходить с вопросами Которые гуглятся Ну типа Почему он не может Сам взять И узнать Как это На как это Нужно Просто ответить И второе Это что делать Если я уже Два, три, пять раз Объяснил А он все равно Не понял Или снова Задает этот вопрос Если мы с вами Посмотрим Чего реально Уставали Что мешало Нашим наставникам То вы можете Увидеть Что вот эти Ошибки Повторы В вопросах Они действительно Изматывают И это На какие-то Реальные сложности С которыми Наставник не сталкивается Но если вы Посмотрите Внимательно На эти фразы Вот то На что я Обратила внимание Это то Что помимо Вот этой Самой по себе Сложной ситуации Там много раз Повторяются Ответы на одни И те же вопросы Наставники Начинают Формировать Какое-то Мнение О своем Стажере Исходя из Собственного Опыта Ну например Ну я же так Не делал Почему он Так делает Или Ну если я ему Объяснил Там два раза Значит наверное Он не очень умный Если приходит Третий раз С этим вопросом Или если я ему Скал два раза Посмотри вот туда А он опять пришел Ко мне Наверное ленивый Ну то есть Происходит Некоторое Ну Заранее Проецирование Какого-то там Мнения О стажере Да Исходя из того Опыта Который есть У наставника Исходя из тех Установок Которые есть У него внутри Ну потому что Понятно что У наставника Нет какого-то Глубоких Психологических Знаний И наставники Тоже не задумываются О том На каких этапах Адаптации Находит новый сотрудник И что он там думает Хотя вполне возможно Что именно в этот момент Сам стажер Так же как и наставник Не может включить Свои познавательные потребности Да А думает о том Что думает о нем Новый сотрудник Или сотрудники вокруг Если мы с вами посмотрим И составим Некоторую Ментальную карту Наставника То получается Что Есть убеждение Представления Которые накладываются На собственные Какие-то страхи И тревоги Есть практические Сложности И получается Что в период Адаптации Когда есть Две стороны Которые должны Активно пользоваться Познавательными потребностями Происходят некоторые Искажения реальности Каждый Приводит к картине А кто И что О друге думает Что же делать Скажете вы Да Действительно Самое главное Что делать Я тоже задалась Этим вопросом Я обратила внимание Что Очень многие вещи По сути Просто не проговариваются Потому что Казалось бы Элементарно Ну возьми Скажи своему новому сотруднику Прежде чем Идти ко мне С вопросом Погугли его Да Но В той Занятости Которая есть У нас В той рутине В которой он Порой существует В том перегрузе Даже в какой-то степени Когда приходит Новый сотрудник Вот эти элементарные вещи Просто не приходят в голову В результате Мы сделали Чек-лист Первого дня Мы его так назвали На самом деле Это чек-лист Который проговаривается Чек-лист правил Который проговаривается С новым сотрудником Первый день Первые недели Если надо И в этих правилах Отражается то Как проходит коммуникация Нового сотрудника И наставника Например Время на вопрос ограничено Вот это наверное Одно из самых Что хочется мне вам рассказать Новый сотрудник Задает много вопросов Он часто отвлекает Наставника Наставник не может Сфокусироваться Его работа занимает Перестать И больше времени Он делает ошибки Это может привести Словно к выгоранию Самого наставника Или Не знаю К демотивации И мы составили правило Что есть определенный период Наставник сам его определяет В который Новый сотрудник Не приходит к нему С вопросами А записывает их Да Ну и возвращаясь К предыдущему правилу В это время Он если может То ищет самостоятельно На них ответы Не тыркает Не дергает наставника Записывает вопросы Практика показала Что за этот период На большее количество Вопросов Сотрудники Самостоятельно Находят ответы Остаются только Действительно Самые важные Да Из каких-то вопросов Которые необходимо Обсудить Ну или например Переживаешь Поделись Тоже казалось бы Очень простое правило Но при этом Вот когда вы приходите В компанию Вот представьте себе Да Что там с ней С компанией Вы пришли в институт И у вас Ну не знаю Что-то происходит Вы о чем-то переживаете У вас есть какие-то переживания В личной жизни И предположим Там есть какой-то Куратор группы Вы пойдете к нему Делиться просто так Да Вы только недавно пришли Вы расскажете Что происходит с вами Ну с большой долей Вероятности нет Да И не потому что В принципе Вы не можете этого сделать Но потому что Никто не говорил Что так можно Мы ввели вот это правило Переживаешь Поделись Когда нас Таня говорит Я сам человек Да Я сам был в этой роли Если что-то пошло не так Например Ты пришел в компанию И твои ожидания Ну как-то не оправдываются Ну приходи Расскажи Может быть мы подумаем Что можно изменить Там В любых условиях Мы может подумаем Куда тебе перевести Допустим В компании Может тебе контекст Не подходит Вот у нас Контекстный реклам Может тебе таргет подходит Мы и так можем сделать На самом деле Но если человек Не придет искать Мы об этом не узнаем Ну и вторая часть Чикликс Первого дня Это правило Для самого наставника Для того Чтобы он не забывал Как важно Коммуницировать С новым сотрудником Например Следи за собой Новичок берет У тебя пример Ну потому что Все мы с вами Понимаем Что Ценности компании Правила поведения Могут быть написаны На стенах Могут проговариваться В первый день Но если сам наставник О чем-то забывает Что-то не говорит Или делает Каким-то другим образом То естественно Именно с наставника Новый сотрудник Считывает Реальное поведение Реальные ценности компании Ну с практическими сложностями Понятно Остались психологические Да Что будем делать Со страхами Первый топ страхов Плохо объясняю Не могу научить Но Я всегда даю Практические рекомендации Первое Выдохните Вспомните Что вы не педагог Потому что Когда Особенно опытный сотрудник Становится наставником У него есть ощущение Что он должен Учить всему Он должен передать Весь опыт Что он должен стать Родителем Или действительно Педагогом Как в школе Это неправда У наставника Есть конкретная роль В передаче Какой-то конкретной Части знаний Вот если вы об этом Вспомните Прочекаете Внутри себя Вам станет намного легче Второе Проведите ревизию Знаний и умений А что вы можете передать Составьте план Передачи знаний Потому что Ощущение Что я не могу Объяснить Или там Не научу чему-то Оно из того Что у вас в голове Ну такая знаете Каша-малаша На самом деле Если вы выпишете Четко Какими инструментами Какими практическими Знаниями вы обладаете Вам станет намного легче Напомню Что и в какое время Вы можете передавать Ну и вспомните Как знания передавали вам Какие есть у вас Уже может быть Наработанные лавхаки Вы тоже были Когда-то новым сотрудником И что-то очень хорошо работало Например У нас в компании Хорошо работают Чек-листы Ну Поучите Попробуйте Это применить В своих навыках Возможно Что это вам Очень хорошо поможет Следующий страх Не выстроить коммуникацию Страх Отсутствие доверия Как же я буду Передавать ответственность Ну первое Что я рекомендую Это растерять знания О новичке Знакомиться Общаться не только По работе Выяснять Что вам ценно обоим В чем сходятся ваши интересы Я думаю Что по своему опыту Вы знаете Что когда Вы знаете о человеке Больше вам И доверять ему Становится намного легче Второе Очень часто Есть такая сложность У наставников Сказать Например Какую-то негативную Обратную связь По работе Ну что-то не знаю Какая-то есть ошибка Мне надо сказать Что-то плохое Ну условно плохое В мыслях наставника И он не знает Как это сделать Я рекомендую Сделать очень простой Ну такой лайфхак Скажите Я не хочу тебя обидеть Но мне важно Ну например Донести до тебя то-то Вот эта сама себе приставка Я не хочу тебя обидеть Практически снимает напряжение Вы четко даете понимание Собеседнику Что у вас нет цели Что-то сделать плохое Под отношением к нему Действительно обидеть У вас есть цель Четко передать Какую-то там информацию Я вообще вам очень рекомендую Это лайфхак Использовать в жизни Это не обязательно Касаясь к настанчику Если вы хотите Другу, подруге Вашему спутнику Что-то донести Добавьте вот это В самом начале Я не хочу тебя обидеть Я не хочу там Сказать тебе что-то плохое Но мне очень важно Донести до тебя что-то Ну и помните Что даже за фактами Стоит ваша интерпретация Это то, о чем я говорила Об установках Если вы чувствуете Что накладываете Какой-то ярлык На вашего сотрудника Или делаете какой-то вывод Вот он такой-то Попробуйте его поисследовать А правда Вы точно уверены Что он, не знаю Там ленив Или вы чего-то Не знаете о нем Попробуйте Поизучать его побольше Ну и страх Что-то не доделать Или не додать Ну во-первых Готовьтесь к каждой встрече Следуйте плану наставничества Как у нас есть Например в компании У вас сейчас есть Шеклит Вы можете его использовать Составьте, что вы должны передать На следующей неделе В ближайший месяц Вам станет гораздо легче Вот это ощущение Что-то не додать Само по себе просто уходит Еще раз очертите С границей своей роли У вас нету задачи Передать все У вас есть какая-то часть Ну и самое главное Каждый наставник Опытный сотрудник Считает, что он сам Должен справиться Со всеми сложностями Ну это кстати не только опытным сотрудникам На самом деле Я думаю, что многие из вас Знают эту историю Да Я не пойду за помощью Я должен со всем справиться сам Вот эту историю нужно оставить В компании всегда есть опытные люди Если даже это не наставники Это могут быть руководители Кто может поделиться Помочь вам справиться с этой историей Поделитесь какими-то лайфхаками Обращайтесь за помощью Не бойтесь Ваша роль Самое главное Это передать какие-то знания Вашему подопечному Ну и в заключение Наверное, хотелось бы сказать Что Самое главное Помните, что Наставник Тоже человек У него есть тоже Тревоги Страхи И от того Как ты в компании Или в вашей компании Помогут справиться С этими тревогами Страхами Или разобраться в установках Или помогут справиться С этими практическими сложностями Как раз и зависит успех Всей системы адаптации У меня все? Да Спасибо Спасибо Я уже вижу поднятые руки И вопросы Правда Потрясающий доклад Он ведь не только про наставничество Правда Он про всех нас Обычных жизней Но У нас есть как-то Breaking news Это называется Таня оказалась Единственным спикером В нашей секции Кому прилетел вопрос Из чата И сейчас Мы сначала Сдадим вопрос из чата А потом Обязательно На ваши вопросы ответим Да Татьяна Смотрите Вопрос Пришел нам в телеграм Вот такой Какие вы используете Инструменты Для развития Сотрудников Навыков Soft skills Поделитесь У нас есть тренинги Которые прямо посвящены Развитию тех или иных Soft skills Это могут быть Управленческие скиллы Это могут быть Какие-то скиллы Конкретные Которые Необходимы Наставнику Или сотруднику Например В работе С клиентами И тогда Либо у нас есть Уже серия тренингов Которые в том числе Провожу я Либо мы Берем внешнего Тренера Недавно у нас проходил Например Очень большой тренинг По обучению аккаунтов Ну Либо мы делаем Какой-то тренинг Внутри По запросу У нас есть система Видео обучения Когда какие-то Прям Soft skills Мы Ну Рассказываем Как развивать Прям 30-ти минутных Видео Ну и конечно Есть индивидуальные встречи Ко мне сотрудники Очень часто Кстати Это одна из самых Наспространенных Наверное Тем С которым Ко мне приходят Это Индивидуальные Консультации Коучинговые Либо психологические В зависимости от того Что за этим стоит У нас действительно Есть целая система Развития Soft skills И работа на длину Спасибо Столько вопросов Давайте Сначала вы Потом Микрофон Сейчас Принесут Спасибо На самом деле Я уже являюсь Наставником И у меня такие вопросы По работе По текущей Первый вопрос Бывает такое Что Ты Новичка Наставляешь Стараешься А в какой-то момент Он уходит Ну По разным причинам Как с этим Стравиться Как не чувствовать Вину за это И второе Мне кажется Тоже взаимосвязанный Вопрос Есть такие Более Молчаливые Новички Либо Когда уже Новичок Немножко адаптировался У него меньше Таких текущих Вопросов Как не навязываясь Ну вот Уточнить Все ли у него В порядке Из этой серии Во-первых Первый Да Вопрос Новичок Уходит Есть чувство Вины Я бы здесь Посмотрела С двух сторон Ну Во-первых Нужно Провести Какую-то Систему Мониторинга Я бы Запросила Как минимум Обратную связь У нас даже Есть такая Практика Когда сотрудники Уходят Из компании Мы все равно Запрашиваем Обратную связь По причинам Почему он ушел Почта остается Вполне Можно это сделать Мы запрашиваем Обратную связь Потому что Здесь может быть Двоякое Какая-то Доля ответственности Может быть Могут быть Абсолютно Личные обстоятельства Сначала все-таки Разобраться Потому что Если есть доля Наставников У меня был такой опыт Когда ко мне Пришел Наставник У него Было несколько Наставничеств И один из Сотрудников Ушел И вот Наставник Пришел ко мне Прямо со страхом Что А вдруг я опять Что-то сделаю Не так Потому что Там была действительно Негативная Но не вся Обратная связь Была позитивная Поэтому Поправить Значит Надо бы Работать над тем Что поправить Здесь самое главное Не уходить Само-бичево Помните себе Что вы тоже растете И у вас есть Зоны роста Потому что Они есть абсолютно Ну все Если случилось так В ходе анализа Не знаю Вы можете Подспрашивать Коллег Со стороны Как выглядела Ваша наставниче Потому что Вы все равно Коммуницируете Больше Если вы Вины нет Не вините себя Ну я думаю Ну я думаю Что вот эта Обратная связь Она очень много Даст Потому что Ну если Объективно Понимаешь Что там Какие-то Семейные Представители Изменились Или еще что-то Ну Помните Что у вас Точнее Ограниченная Роль У вас нету Ну там Всемирной Ответственности И У вас нету Способности Так влиять На людей Чтобы там На сто процентов Не знаю Там Замотивировать Заинтересовать Ну Вы человек Ну и Отвечая на второй вопрос А я его забыла Пока Отвечала на первый Да-да-да Вот смотрите Здесь я вообще Первое Если все ок Да Вы видите Настроение Все нормально Я всегда рекомендую Просто Напоминать Вашему сотруднику О том Что он может К вам приходить С вопросами Например Привет Да Вы давно Не общались Или еще что-то У тебя все ок Ну там Ты можешь Ко мне приходить Если что-то не ок А вот Если вы заметите Что как-то Настроение Вашего сотрудника Меняется Но он не приходит Например То здесь Смотрите Самое главное Не навязывать Действительно Но отмечать Что вы видите Что происходит То есть Я обычно рекомендую Подойдите Стоит И скажите Мне кажется Что я Ну там Я замечаю Там да Что Мне кажется Что я вижу Изменения В твоем настроении Скажи Так ли это И если тебе Нужна моя помощь То я рядом Вот это Очень важно Не просто Лезть Сразу С помощью А предложить И оставить Вот эти 50% Ответности Я считаю Очень важно Как правило Человек Ну там Понимает Что он может Прийти Он придет Спасибо Еще два коротких Вопроса Пожалуйста Остальные уже после Давайте Вам девушка В черном пиджаке И вот молодой человек В джинсовой куртке Коротко Здравствуйте У меня такой вопрос Обращается ли Внимание На совместимость Психологических портретов И характеров Наставника И наставляемого И важно ли это Для дальнейшей Коммуникации И успешного Процесса работы Ну вот смотрите Вообще Это у нас происходит В компании С момента Собеседования То есть Когда у нас HR менеджер Проводит собеседование У нас Ну там Составляется Краткий Какой-то Портрет Кандидата Который придет В компанию И мы в принципе Уже отмечаем Какие-то Некоторые Особенности И на этом Этапе Мы общаемся С руководителем Как вам кажется Какую группу Было бы лучше Сотруднику И какой наставник Ему больше подойдет Ну например Не знаю Человек такой Темпераментный Будет сложно Если у него будет Например Крайне флегматичный Наставник Они могут действительно Не совпасть По психотипам То есть мы Не то чтобы Прям подбираем Подбираем Знаете как пару Не знаю Давай поженимся Такого конечно нет Но крайнюю степень Психотипов Мы учитываем И стараемся Не совмещать Так скажем То есть мы все-таки Стараемся Чтобы сразу Немножечко Прогнозировать Как эти люди Будут взаимодействовать Будет ли им комфортно Спасибо И последний вопрос Молодец Корский был Спасибо У меня вопрос Касательно того Как устраивать Коммуникацию Между наставником И стажером Должно ли это Быть больше Дружеское Или партнерское Отношение Или больше Общение В стиле Босс И какое Соотношение Должно быть Между ними Чтобы не уходить В понебратство Или совсем не Жестить Спасибо Ну во-первых Я всегда Нашим наставникам Всегда спрашиваю А как тебе Комфортно Это очень важно Потому что У каждого Есть какая-то Своя стилистика В принципе Взаимодействия Но если отвечать Как психолог Я считаю Что должны быть Партнерские отношения И очень важно Уметь выстраивать их В формате Взрослый Со взрослым Потому что Мне кажется Ключевая ошибка Наставников Это когда у них Есть ощущение Родительской функции Я родитель Я все знаю Я Извините Умнее А он маленький Ничего не знает Это Невыгодная позиция Не в ситуации Если у вас Стажер с нуля Ну вот пришел Человек со студенческой Скамьи Потому что Дальше будут проблемы Условно Вот Не могу вернуться Сейчас назад Того как раз О чем они говорят У него нет Он не берет ответственность Он не инициативный Да Мы немножко расхолаживаем Он и правда Привыкает к тому Что за него ответственность Берет родитель Да И тем более Позиция очень опасна Если к вам приходит опытный человек Да У нас даже были такие конфликтные ситуации Когда наставник такой Я тебя сейчас обучу А там Чего Ну то есть Партнерские отношения С моей точки зрения Самые правильные И самые выгодные Но позиция Босс Мне кажется В современном мире Вообще должна Отжить Молодому человеку Молодому человеку Джинсовой куртки На пятом ряду И кстати Это вопрос хороший Потому что Он здорово подводит нас К нашему третьему докладу Наш третий спикер Заместитель руководителя Отдела контекстной рекламы Дарья Киракова Это Как она сама говорит Наставник 80 уровня Действительно Рекордсмен По количеству Наставничеств Компании Епрома Даша Непонаслышке Знает Что новому сотруднику Важно Держать контакт С твоим руководителем Да Важно Чувствовать себя В команде Даже если ты работаешь В Нижнем Новгороде Да А все остальные Твои коллеги В Екатеринбурге Но все эти инсайты Скусились Не одним днем Как я вам уже говорила Что сейчас будет Самый увлекательный доклад Вот редко говорим О своих ошибках Но сегодня Вместе с Дашей Мы поговорим О том Какой путь Она прошла К одному из успешных Наставников Епрома С какими ошибками Она столкнулась И как выработала Свой уникальный Эффективный Способ Работы С новыми сотрудниками Даша Ждем тебя Аплодисменты Всем привет Поднимите Пожалуйста Руки И заставьте Все в зале Кто был наставником Или выполнял Похожный функционал Какой-то Ух ты Удивительно Но вас достаточно Много Я думаю Что то О чем я буду говорить Вам особенно Откликнется Где-то Я считаю себя Наставником 80-го левела За 4 года В этой роли Я смогла Воспитать 13 Подопечных Которые Сейчас Самостоятельно Ведут клиентов Пишут Классные Стратегии Ведут Суперапсимизации Со стороны Кажется Что Наставничество Такой Достаточно Простой Процесс Но Быть Действительно Хорошим Наставником Я Училась На собственных Ошибках Об ошибках Поговорить Обычно Не принято Но Сегодня Я бы хотела С вами Поделиться Теми С чем Солкнулась Сама Я составила Список Из 9 Ошибок Которые Видела у себя И вижу Сейчас у коллег У каждой Ошибки Есть своя История Начну Пожалуй С истории Как у меня Было Одновременно В группе 9 младших Специалистов В принципе Примерно В одно И то же Время Примерно С похожим Набором Навыков Но Развивались Каждый По своему Сценарию Кто-то Уже Через неделю Очень уверенно Пошел Заливать Компании Кто-то Виртуозней Что-то Писал Тексты Но Нужно Было Доработать Отчеты Кто-то Очень Долго Сидел В однотипной Чистке Поисковых Запросов Представьте Себе У нас В агентстве Есть Такое Негласное Правило Что За временное Станчивство Человек Должен Выполнить Хотя бы Один раз Каждый Тип Задач Группы Так Вот У меня Девять Джунок Один Джун За день Может Выполнять До Пяти Задач Это 45 Задач И так Каждый День Поначалу Все было Окей Я могла Это Держать В голове Но Дальше Я начала Очень Сильно Путаться Я могла Дать Одну И ту Задач Двум Разным Людям Очень Легко Могла Одного И того Человека Отправить Делать Одно Тип Задачу Отчего Естественно Человек Грустил Ему Не нравилось Так Ему Быстро Надоедало Кто-то Начинал Стать Откровенно Ворон Потому Что Боялся Попросить У меня Задачу Боялся Меня Отвлекать Когда Мне Стало Очень Сложно Я Решила Что Я буду Записывать Я буду Записывать Просто Задачу Буду Записывать Когда Дедлайн Дальше Я добавила Столбик А кому Я отдала Эту Задачу Так У нас Появился Общий Задачник Который Мы пользуемся И сейчас Это Достаточно Простой Формат Но он Действительно Помогает Структурировать Нашу Задачную Жизнь Писненно Мой Руководитель Знает Чем Занимается Каждый Член Группы Ребята В команде Не могут взять Какой-то другой Тип задачи Не могут Ориентироваться На этот Задачник А у меня Нет в голове Абсолютно Никакого Хаоса Следующая История Про то Как я Целый месяц Не могла Встретиться Со своим Подопечным Загораться Все стало Как обычно К концу Календарного Года Здесь Нужно Срочно Залить Компанию Здесь Выполнить Оптимизацию Тут Посчитать Стратегии Там Нельзя План Это Обычно На самом деле Делать Для Диджитала Я Давала Новичку Задачи Отправляла То, Что он Делал Клиенту Все было Окей Мы Виделись Каждый День И Какой-то Потребности С ним Встречаться Отдельно Я Не Видела Если Для Меня Все Окей Я Считала Что Для Новичка Было Окей Но Это Оказалось Не Так Примерно Через Месяц Я Видела Что Новичок Сильно Загрустил У него Перестали Гореть Голаза Он Вообще Задумывался Я Для Диджитала Окей Или Не Окей Это Мне Хорошо Или Не Очень После Этого Как я Увидела Мы Встретились Мы Проговорили А что Новичок Уже Пробовал Делать Какие У него Были Ошибки Что Получается Что Нужно Еще В дальнейшем Доработать Это Очень Инцелировало Новичка Он Понял Что Про Него Не Забыли Я Тут Я Наставник Я Рядом Он Понял Что Куда Двигаться Дальше Что Делать Дальше Такая Идея Встречаться Пришла В голову Мысль Встречаться Каждую Неделю Я Стала Себе Я Забила Себе В календарь Эти Встречи С Новичком То Я Стала Планировать Вообще Достаточно Простая Идея Но Забыть Про Эти Встречи Их Подвинуть Очень Хочется Особенно В период Горящих Задач Я Прозываю Так Не Делать Новичкеты Отвошли Грустят Им Действительно Важно Чувствовать Что И Волшебна Становник Рядом Особенно Первые Пару Тройку Недель Или Месяц Следующий Кейс Вытекает Из истории Про Девять Дзинов Когда Очень Много Задач Когда Горят Дедлайны Моя Постановка Выглядела Примерно Так Привет Давай Соберем Ключки Будем Собирать Дженерик И бренд Давай Сразу Пиши Тексты Не будем Указывать Сцену Но Добавить Полтокс Ты что Запомнил Как вы Думаете Что Мне Отвечал Новичок Он Кивал Да Я Все Понял Но На деле Это Получалось Примерно Как в сказке Пойди туда Не знаю Куда Сделал То Не знаю Что Такой режим Мне Не очень Нравился Потому что Мы постоянно Срывали Дедлайны То есть Что Как это Происходило Новичок Делает Задачу Понятно Что Он Не помнит Все нюансы И делает Задачу Неправильно Он Он Возвращается Ко Мне Я Даю Ему Правки И Круг Повторяется Заново Раз И Раз Он Мог Опять Что Забыть Мы Очень Стильно Пропускали Дедлайны На кону Стояла Моя Репутация Моя Компетенция Потому что Клиент Возвращался Ко Мне С вопросом Почему Так Долго Где Мы Выполнили Задачу Что Я Сделала Я Стала Записывать Основные Моменты Хотя Фиксировать Писемно Это Было Примерно Так Две Строчки Ничего Страшного Но Какие Это Основные Моменты Я Фиксировала Здорово Отчасти Это Конечно Помогло Но Здесь Новичок Стал Приходить Ко Мне С Огромным Количеством Уточняющих Вопросов А Где Мне Взять Файл А Куда Мне Залить Компанию А Мне Надо Только Компании Сделать Или Сразу Что Три Креативом Подготовиться У меня Не было Времени На Это Все Отвечать Поэтому Я Подумала Что Если Вот Эти Однотипные Проблизительно Вопросы Тоже Фиксировать Ответ На них И Задача Стала Выглядеть Примерно Так Что Здесь Примечательного Задача Декомпозирована То Я Четко Расписала Как Сделать Эту Задачу Как Я Вижу Как Он Это Будет Делать Также Сразу Прописала Ожидаемый Результат Что Я Хочу В Конечном Итоге Получить От Моего Новичка Обязательно Прописываю Дедлайн И Какие Это Возможно Точки Для Самопроверки Я Подготовила Небольшой Чик-лист Он Перед Вами Чтобы Вы Тоже Им Пользовались Это Полезная Штука Новичок Перестал Забывать Моменты Он Перестал Именно По этой Крещине Больше Не Получала Что Меня Лично Не Могло Не Радовать Следующий Кейс Опять же Из-за Разряда Зажатых Строков Представьте Вы Уже В 30 Раз Обеседете Кто-то Новичку Он Все Все Не Понимает Какая Ваша Реакция Вам Все Могло Произойти В Опен Спейсе За Такие Моменты Мой Руководитель Очень Меня Ругал Потому Что Демотивировал Я Демотивировала Не Только Своего Подопечного Но И Всех Кто Сидел Рядом С Нами У Нас Компании Не Зря Есть Такое Негласное Правило Что Хвалить Нужно Публично А Негативить Лично Что Делаю В Такой Ситу Я Вы Проговариваем На Эту Встречу Я Даю Обратную Связь Кто Знаком С термином Обратная Связь Прекрасно Прекрасно Замечательно Значит Вам Что То Уже Будет Знакомо Что Мы Делаем Сначала Мы Проговариваем Позитив Да Особенно Когда Встреча Состоялась Стихийно Вытащить Какой-то Позитив Бывает Достаточно Сложно Но Человек Не Зря Работает С Негатив Очень Важно Выдавать Только По Фактам Мы Не Оцениваем Самого Человека Мы Оцениваем Его Работу И В конце Встречу Подкрепляем Конечно За Позитивом Позитив Может Быть Из Разряда Я Уверен Что Ты Справишься Я Уверен Что У тебя Точно Получится Сделать Эту Задачу Все Достаточно Просто Не Очевидный Кейс Представьте Себе Ситуацию Что Новичок Делает Объемную Задачу По чистке Поисков Без запросов Чтобы вы Себе Представляли Это Примерно 100 тысяч Строк Может быть И нужно Найти Нерелевантные Среди них Слова Задача Требует Большой Внимательности И огромнейшего Количества Времени Естественно Новичку Это надоедает Делать Через Некоторое Время Он приходит Ко мне С вопросом А то Что я Делаю Это вообще Важно Или ты Просто Мне дала Задачу Чтобы Дать Задачу Вопрос Меня на самом Деле Удивил Потому Что Для меня Картина Вполне Себе Очевидна Мы Чистим Поисковые Запросы Чтобы Отметать Нерелевантный Трафик Зачем Нам Только Релевантный Трафик Чтобы Получить Максимальную Отдачу От инвестиций Зачем Нам Максимальную Отдачу От инвестиций Это КПА Клиенты За этим К нам Клиенты Приходят Для меня Это было Очевидно Но Для новичка Такая Картина Была Абсолютно В новинку Никто Не показывал Для меня Эту Картину Новичку Я показала Для меня Это было Маленькой Победой У новичка Появилось Больше Сил Мотивации Уверенности Делать Что-то Больше Действительно Хорошо Делать Свою Работу Следующий Кейс Про Страховочный Трот О чем Я Представьте Себе Я Лично Два Месяца Бок О бок Учу Своего Новичка Делать Задачи Заливать Компании Все Вроде бы Идет Хорошо Но Вот Приходит Момент Когда Нужно Новичку Вести Клиента Самостоятельно Нужно С клиентом Новичка Познакомить Знаете Что я чувствовала Как наставник Мне было Жутко Страшно Мне было Очень страшно Потому что А вдруг Я что-то Не додала А вдруг Я что-то Не дорассказала А вдруг Что-то Еще Мы сидели Вместе Перечитывали Вместе Ветки Переписок Мы Повторяли Уже Пройденный Материал А со стороны Кажется Как успех Не правда ли Нет То что Это не так Я осознала Через несколько Месяцев Когда уже Практически Самостоятельный Спец Приходит Ко мне С абсолютно Теми же Похожими Вопросами Что я сделала Не так Я не смогла Страховыш На взрослых Пустить Пораньше Я не смогла Отдать Человеку Самостоятельность Что делать Отдать Позвольте Человеку Позвольте Своему Подопечному Решать Вопрос Самостоятельно Без Тотального Контроля Позже Они вам Признаются Как признался Мне мой Подопечный Что работа Так стала Гораздо Интереснее Потому что Появилась Некоторая Свобода Из Неочевидного Человек Выполняет Задачи Уже Два Месяца Допустим Достаточно Хорошо У него Нет Справок И поначалу Это что-то Вроде Вау Круто Я могу Справок Мне Не приходят Никаких Комментарий Но потом Человеку Оказывается Это мало Что я отвечаю На все Его задачи Ох Принято Что он Отвечает Мне в конце Хорошо Спасибо На самом деле Что творится В голове У новичка Я совершенно Не знаю Потому что Мы не разговариваем Кроме Спасибо И да Пожалуйста Сделай задачу У нас нет Больше Такой коммуникации Все это плохо На момент Вот этого Кейса У новичка Были некоторые Личные проблемы Которые сильно Влияли на работу Новичку Он ушел в работу Ему важно Было именно На работе Быть максимально Ценным Максимально Полезным Максимально Классным Но Все что ему Было действительно Нужно Это просто Поговорить Просто По-человечески Что здесь хорошо работает Неформальные Кофебрейки Ланч Ланчи Очень хорошо работают С разговорами Не о работе Возможно Обсуждение После работы Каких-то сериальчиков Простая вещь Не правда ли Но она действительно Работает Новичок Стал эффективнее работать Он стал чувствовать себя Легче Продолжу Неочевидные Кейсы Вы же знаете Что Digital Сленг Он достаточно Специфичен И отлично Прилипает К любому языку Так вот Как-то раз Я поставила Задачу Новичку Прям дословно Залейте Please Resize Для меня Это означало Только одно Пожалуйста Добавь новые Креативы От клиентов Побыстрее В нашей компании Все просто Но новичок Примерно полчаса Смотрел на задачу На компании Снова на задачу И совершенно Не понимал Что делать Чтобы успеть К дедлайну Чтобы все Прошло хорошо Мне пришлось Переводить С диджитального На русский И тогда Новичок Все сделал Отлично Я очень призываю Не забывать Что вы Например Кто уже давно В диджитале Вы можете Говорить Отлично На этом языке И прекрасный Владец Но новички Могут Совершенно Не понимать О чем идет Речь Последний Кейс Мой любимый Наверное Мои часто Повторяющиеся Кразы Особенно В ранние Годы Иностранчества Были Из-за Большого Нагруза Вы идите Домой Я еще Тут посижу После 19.00 Да-да Идите На обед Я когда-нибудь Потом схожу Или Ну вот Мне снова Придется Ноутбук С тобой На выходные Взять Да-да Я поработаю Что-то Звучит здорово Правда Я же успеваю Сделать Должье задать Но это не так Новички Стали повторять Мои действия То есть Они стали делать Ровно то Что я говорила И мне делать Почему они так Стали делать Но у них Была мотивация Такова Как же я брошу Собственного руководителя Когда он тут Страдает Я же такой Хороший Держа ответственника Не могу его Просто так бросить Что я делала В этом случае Ровно в 19.00 Вот сейчас Я начала писать Я ухожу домой У меня есть Такие-то планы В выходные Я вообще Не собираюсь Заниматься Работой Опять же Простая вещь Но новички Стали и это Повторять за мной Наша эффективность Выросла Потому что Они перестали Перерабатывать И уставать Эти 9 ошибок Совершала Не только я Но и мои коллеги Особенно те Которые Первый раз Были наставниками На основе Эти 9 ошибок Мы подготовили Чек-лист Он доступен По QR-коду Я наверное Это иду Чтобы у вас была Возможность его скачать Сейчас Некоторые Моменты Из этого чек-листа Я подробнее Проговорю Успели? Все отлично? Да Продолжаем Как понять Хорошо ли Поработал наставник? Вообще Здесь 9 пунктов Но я бы хотела Прокомментировать Первые два Самое сложное Для восприятия Это Средняя оценка От коллег За квартал Не ниже 4 Что это такое? У нас есть практика Ежеквартально Оценивать Работу Друг друга В рамках группы И ставить оценки От одного В пяти Именно Эта Оценка И должна быть Выше 4 баллов Также Второй пункт Качество выполнения Задач Не ниже 85% Как это рассчитается Достаточно просто Мы берем Все задачи Подопечного Которые он Выполнял За месяц Из них Вычленяем Те Что он Выполнил Абсолютно Без правок Четко По дедлайнам Делим Последние На первые Получаем Тот самый Процент Который нам Нужен В заключение Хотелось бы Сказать Что наставство Это кажется Простой Такой вещью Но это работа Это работа Не только Над подопечным Но и работа Над собой Ведь только В тандеме В симбиозе Вы можете Достигнуть Действительно Значим Результаты Спасибо Если у вас Остались вопросы Я готова Ответить Вау Спасибо большое У меня есть вопрос Который очень давно Хочу тебе задать Даш Что ты считаешь Главным качеством Наставника Я считаю Что главное Для наставника Это адаптивность Как уже говорили Мои коллеги Ты не можешь быть Постоянно в одной роли Во-первых Ты сам обучаешься Ты сам Подстраиваешься Может быть Под характер Под характер Задач Под клиента Если ты умеешь Делать это Действительно Быстро Качественно И очень аккуратно Ты прям В успехе Спасибо Большое Коллеги Ваши вопросы Раз-два вопроса Давайте Сначала Молодой человек В красном Твиттере Этот микрофон Принесут Чтобы было слышно В тему залу У меня такой вопрос Был ли у вас Такой опыт Когда хотелось бы Отказаться от новичка Перестать его Другому наставнику И как вы с этим Справлялись Такой момент Спасибо за вопрос Раз уж мы сегодня Говорим о провалах Да Такое было Мне Не раз И не два За плечами 13 только официальных Наставничеств Еще много Достаточно людей Воспитывало По стольку Поскольку Очень много раз Хотелось взять Все бросить Пусть вот Кто-нибудь другой Занимается человеком Пусть кто-нибудь другой Возьмет на себя Эту ответственность Но Кто Лучше меня Воспитает Человека Мне же Для себя же Кто лучше Понимает Например Киллиента Мне же Потом Работать С этим Человеком Если его Кто-то Воспитает Другой Наставник Он же Воспитает Его под себя А вдруг Например Мне не нужно Развивать Больше коммуникации И отдавать Меньше продуктов Мне надо Стоять Сюда наоборот То есть Конкретно Для моей группы Лучше не сделать Никто Я это знаю Поэтому Это не повод Отказываться Более того Это работа Наставник Это роль Это не твое Существует Это не то Что ты есть На самом деле Это только Твоя роль Принимаешь ты Или нет Это уже Другой вопрос Я По большей части Старалась Принимать Я поговорю Вопрос Если Новичку Не нравился Наставник То То есть Переходил Леон К вас Другому Наставнику Другой сектор В рамках Компании Либо Он Честно Шел до конца Пробивался Он честно Говорил об этом Во-первых Ну то есть У меня Например Не было На практике Такого Что Приходил Ко мне Говорил Я Больше Не хочу С тобой Работать Что Мне Не нравится Но Если Нарисек Так Сделает Моя реакция Будет Не О боже мой Что же Так Случилось Спасибо 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 большое Что Ты Откровен Со мной Давай Подумаем Что Мы Можем Вместе С этим Сделать На практике Такого Не было Спасибо И еще Один вопрос Вы уже Спрашивали Сегодня Давайте Девушке Скорей На пиджаке Огонечек Спасибо 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 Большое За вопросы Друзья Спасибо Что вы Были с нами Сегодня И были до конца Надеюсь Что вы Наделали Много фотографий Склайда Скачали Все чек-листы Списали Свои блокноты В общем Получили Много полезной Информации О том Что такое Наставничество Записались В Викюте Лайфхаков Которые Пригодятся Вам Жизни